Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Подоплёка» мы начинаем расследовать ситуацию с нашей зелёной энергией. И начинаем мы её с самого начала. Для этого мы пригласили в студию инженера-гидростроителя, участника и руководителя строительства практически всех гидростанций Доугавского каскада, Яниса Ермацанса. Добрый день, Янис. Здравствуйте. У микрофона автор и ведущая программы Людмила Прибыльская. Мы ждём ваших звонков в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Делитесь с вами мыслями о том, как вы воспринимаете сегодня борьбу за зелёную энергию, как она отражается на ваших кошельках, как вы считаете, можно выйти из сегодняшнего такого конфликта, который создался вокруг компоненты обязательных закупок зелёной энергии, так называемой ОИК. Правительство предлагает разные варианты, как это сделать, но во всех этих вариантах так или иначе нагрузка ложится на плечи нас с вами, то есть простых потребителей и промышленности, и предпринимателей, которые пользуются этой энергией. Но сегодня мы хотим начать с самого начала, с того, что Латвия является одной из самых, на самом деле, зелёных стран Евросоюза по производству зелёной энергии, потому что очень большую долю в нашем электрическом энергобалансе составляет вырабатываемая на Доугавском каскаде электрическая энергия. Янис, вот мы с вами познакомились, наверное, лет 10 назад, и тогда вы рассказывали о том, что вы руководили строительством Доугавпилской гидроэлектростанции, и тогда вот поднялись большие волнения и протесты, на фоне которых сделал себе имя журналист Дайнис Иванс, и эта стройка была остановлена, и тогда вы говорили о том, что этот проект можно было возобновить и построить станцию в меньшем масштабе, однако эффективную, и это дало бы Латгалии большой экономический импульс. Вот это действительно так, или поезд уже ушёл, и здесь ничего, так сказать, не добавить, не прибавить? Нет, поезд никогда не уходит. Очень просто. На Угопилской гидроэлектростанции было предусмотрено в двух вариантах. И с затоплением, допустим, до 107-й отметки, это в абсолютных отметках... 107-я отметка, 107 метров над уровнем долгового... Ну, над уровнем моря. Над уровнем моря, да. Ну, и второй вариант был на 10 метров, 97. То, если касается, потому что, почему это всё поднялось, я не понял, ни тогда, ни сейчас. Потому что при разговоре, при разговоре даже с общими, с академиками, которые должны были принять решение, я не знаю, почему так. Потому что никакого там особого затопления... Экологического ущерба не было? Нет, ну, допустим, я могу сказать, что, допустим, если при 97, то было затапливалось только нормальных земель 307 хектаров. Ну, что это такое? Это мелочь по сравнению с так. И при том, когда мы рассматривали этот второй вариант, где поднять уровень водохранилища до 97 метров, к уровню моря, уровню моря. Ну, тогда ещё было предусмотрено, очень можно было 7 километров выше, отдам купился, построить гидроаккумулирующую станцию. Это чтобы было экономичной, потому что самая экономичная была первый вариант, потому что... Ну, там надо было затапливать ещё белорусские земли. Но белорусские, а нет, тут никаких вооружений не было с их стороны, ну, и, по-моему, и сегодня нет. Значит, гидроаккумулирующая. Так что тогда она становилась очень экономичной. Ну, тогда считали вот срок окупаемости, например, такого проекта? Считать считали, но видите, в чём дело? Гидростанции очень-очень тяжело считать окупаемость, потому что вкладывая довольно большие деньги в самом начале, а потом ты не плачешь больше ресурсов, то бесплатные, ну... Зелёные. Зелёные, как говорится, и при том не то. Ну, гидроэнергия есть гидроэнергия, она самая настоящая зелёная энергия, она никакого вреда не наносит. У нас есть звонок в студию, сейчас мы попробуем связаться с нашим слушателем. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, Константин, сам занимаюсь альтернативной энергетикой солнечной. И, конечно, хочу поддержать вашего гостя, что энергия, получаемая с помощью гидроэлектростанций, она самая зелёная, которая только существует на планете. И поэтому мне смешно слушать вот эти ужинки нашего кабинета министров по поводу этой обязательной закупки, направленной на всякие генерационные станции, работающие на щепе, на гранулах, которые подразумевают уничтожение природы. И вопрос заключается в следующем, вот вашему гостю. Если бы тот миллиард, который был выплачен по этой обязательной закупке, Латвия вложила бы в модернизацию своего каскада гидроэлектростанций, какой бы эффект экономически мы бы получили от этой модернизации, вышли бы мы на полную автономность обеспечения себе энергии, без необходимости закупать газ для её производства. И какой бы экономический ущерб нанесён сейчас, и есть ли перспективы уголовных дел за принятие таких решений, которые привели к деградации нашей энергетической системы и переплате этого миллиарда в частные руки, вместо того, чтобы инвестировать их в энергетику страны. Спасибо. Спасибо большое за ваш вопрос, Янис. Но насчёт уголовных дел, наверное, вы не будете комментировать. А вот что касается вложений. Вложений, допустим, я только знаю, что, допустим, если построить по этой отметке, не только Долгопитскую, ещё и Екопитскую, там можно выработать, ну, 400-500 миллионов киловатт-часов. Добавляется, значит, на нашей гидротехнике. Ну, конечно, это полностью не закроет, но это всё-таки самая зелёная энергия. Я сторонник гидроэнергетики, и таким он был. Таким были, таким остаётесь. Да. Янис, ну, вот когда мы говорили с вами о строительстве Долговпилска, о возможности возобновления строительства в Долговпилске ГЭС, вы называли цифру порядка 5 миллиардов, или оно могло строить, стоить? Нет, 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 допустим, Долговпилска ГЭС, ну, по сегодняшним целям, ну, конечно, это грубо, потому что я сидя отвечаю. Ну, да, конечно. Потому что примерно так, примерно так, примерно 300-350 миллионов евро. – Стоило бы строительство. То есть мы за те деньги, которые почти, вот, Константин назвал миллиард, заплатили потребители за ОИК, а реально подсчитано, что эта сумма составляет уже около 2 миллиардов, то есть мы за эти деньги могли построить 5 станций таких? – Ну, я так грубо не считаю. Я считаю более реальными, которые я точно знаю. – Значит, да, вот так построить, построить 5 лет. Это из собственного опыта, я знаю, что станции за 5 лет можно никаких, без каких особой сложности. Мне самому пришлось это делать. – А количество людей, которые могло бы быть задействовано на этом строительстве, каково и насколько, ну, может быть, при существующих трудовых ресурсах Латгалии такой проект можно поднять? – Ну, по этому вопросу я сейчас не скажу, но любой проект можно поднять, потому что, видите, трудовых ресурсов. Допустим, если нам не хватает своих, ну, это наша ошибка, допущено, ну, это не моя ошибка. А так, потому что, видите, в чем дело, работу можно поручить, вот, белорусам какую-то долю построить, они приедут, построят и уедут. Это не вижу никаких сложностей, но только, ну, самое главное, ну, тут вступают другие зеленые, что это вот нарушим там вид какой-то. Ну, это от мнения общественности очень многое зависит. – А мнения общественности манипулируется. – Да. – Да. – В частности, до сих пор вы так и не поняли, почему же Дайнис Иванс сделал себе политический капитал на запрете строительства долгов в Плескогрессе. – Ну, я все понял, да, ну, давно, я ему лично говорил об этом, но он не понял. – Хорошо, ну, вот как энергетический объект, такая станция, ну, какой экономический эффект она могла бы приносить народному хозяйству? Ну, то есть, сколько людей бы там работало постоянно? – Какие профессии, ну, она бы стимулировала в сфере образования? И что у нас сегодня с этими гидростроителями происходит? Кто их готовит? Кто их, так сказать, использует? И есть ли у нас, остался ли у нас сегодня потенциал инженерный для того, чтобы такие проекты реализовывать? – Инженерный состав? Ну, он какой-то остался, в том числе я тоже, но, к сожалению. – Дай Бог вам здоровья. – Спасибо. Так, потому что, ну, видите, в чем дело, любую работу, если принимаем решение, начинаем ресурсы финансировать, всегда можно найти исполнителя, всегда. При любых обстоятельствах, даже в военное время, находили, когда была такая необходимость. Потому что это можно, и у нас, и своих очень много есть, можно, допустим, возможно, мы не сегодня, строители, строят не то, чтобы, не то, что нужно на сегодняшний день к народному хозяйству. Я назвать не буду, хотя я знаю это самое. Так что все можно. Только видите, в чем дело? Речь идет не только о Довгаврске, речь идет об использовании Довгавы, пользу народного хозяйства Латвии. Это более сложный вопрос. Я давно этим просто так, как свое хобби, занимаюсь. Что вы имеете в виду, рыбоводство или перевозки? Ну, я могу сказать, тут никаких секретов нет. Я об этом писал и пытался. Довести свою точку зрения. Да, это самое. Но я могу сказать, значит, что такое Довгава. Довгава не только электрохидрое станции. Она больше, допустим, так же, как и в Европе все реки. Надо использовать все транспортные возможности. Это раз. Допустим, если мы построим на каждой построенной станции, на которой еще, дай бог, в будущем будем строиться, а я надеюсь, что это будет рано или поздно, то, если мы построим шлюзи, то через шлюзи можно выпускать абсолютно аварийный приток воды. Ну, какой-то вот бывает такое, что очень большой поводок, но это дожди и все. Так, как во всем мире кое-где происходит, то через шлюзи можно выпустить всю, которую не способна станция каким-то образом переработать. Не только переработать, но через, там есть аварийные пропуски, чтобы не разрушить, это раз. Транспортная система. Транспорт намного-намного дешевле. Водный транспорт. Водный транспорт, это во всем мире принято, и он намного дешевле и намного-намного чище, потому что он меньше тратит топливо, меньше выбрасывает это самое загрязняющее. И еще самое очень-очень главное, если будет транспортная схема, будут шлюзы, возобновится рыба за баржей или за теплоходом идет вверх, туда, куда ей надо идти. И таким образом возобновляется естественная... Миграция. Миграция и возобновление это самое. Также во всех реках, где есть эти самые шлюзы, где используют транспорт, там рыба есть. Это вот... И во-первых, если мы Долгаву будем использовать полностью для пользы народного хозяйства, все окружные округ Долгавы оживляются. То есть все города, которые стоят по Долгаве? Да, появляется там необходимость, допустим, то же самое, значит, если там будем возить, то все будут на водный транспорт перегружать все, что отправляется. И выключать доломит, дерево, ну, все, что мы отправляем. И самое главное, мы не будем воевать, если литовцам куда отправляют, в Белоруссию, калийную соль. А, то есть по реке мы точно этот груз получим. Ну, это дешевле, намного дешевле, конечно. То есть прямиком пойдет калийная соль по Долгаве? Ну, конечно, и не только. Вот теперь уголь, вот теперь уголь там запыляет и все. Ну, он пойдет по этому самому, по Долгаве, а потом по Долгаве. Если Тихое море, можно прямо направить туда, куда надо, не обязательно в Риге разгружать. Ну, все надо с мозгами обдумывать, делать. Ну, так вы говорите, что вы писали об этом. И, ну, кто-то, люди, так сказать, политики, там, я не знаю, ученые интересуются этим? Сегодня нет возможностей. Они вам отвечают, что нет возможности? Сегодня нет возможности. Они отвечают так. Ну, конечно, могу соглашаться, могу не соглашаться, но это дело мое. Значит, у нас сегодня в гостях строитель Долгавского каскада ГЭС, Янис Ермацанс, инженер-гидростроитель, бывший директор строительства многих наших станций, ну, то есть большинства наших станций, мы вернемся после новостей и рекламы в студию, ждем ваших звонков по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, и ваших комментариев и вопросов по поводу гидростанции на Долгове и нашей зеленой энергии. Возвращайтесь к нам в эфир после новостей. На Болткоме разворот. Еще раз добрый день. В эфире программа «Подоплека». Мы исследуем тему зеленой энергии, и сегодня автор и ведущая Людмила Прибыльская пригласила, то есть я пригласила в эфир инженера-гидростроителя, последнего начальника строительства Долговпилской ГЭС, Яниса Ермацанса, у которого, конечно же, яркое представление о том, как можно использовать Долгов в народном хозяйстве. У нас есть звонок, мы сейчас послушаем, что нас спросит радиослушатель. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, уважаемая Людмила, Янис, ценю мою сладу, Виктор. Да, Ваша правда, Людмила, действительно, по ОИК, КОС, мы уже из своих карманов, всех латвийцев, выплатили, как и было сказано в первом звонке, миллиард восемьсот миллионов. Это просто ни в какие рамки. А вопрос, уважаемый Янис, такой. Вы не находите, что разрушение блестяще работающего кольца Брэл, великолепно продуманного, на что выделяются многие-многие миллионы? Это реальное государственное преступление. Спасибо. Спасибо большое. Я не понял, как... Он, слушатель, имеет в виду то, что Латвия сейчас выходит как бы из единой энергосистемы бывшего Советского Союза и переключается в энергосистему Европы, то есть из одного энергокольца переходит в другое. Ну, я бы не сказал, что это плохо или хорошо, но желательно, чтобы, если мы в каком-то объединении, должно быть так же, как в то время мы были у Советского Союза объединены, а сейчас так мы и в Евросоюзе, значит, легче реагировать. Что лучше, что хуже, я бы не сказал. Не знаю. Ну, вот, когда говорят о гидроэнергии в соотношении с энергией степлоэлектроцентрали, всегда говорят о том, что гидроэнергия, она как бы сезонный характер имеет, и на ней нельзя строить такой стабильный энергобаланс. Вот каково Ваше мнение на этот счет? Видите, в чем дело? Да, потому что на гидроэнергии такой, как говорится, конс, постоянно, невозможно, но гидроэнергия имеет такое свое очень положительное качество, потому что потребление энергии всегда колеблется. даже в ночное время меньше потребляем, в дневное по утрам больше, по вечерам больше, в зависимости от того. А вот наши вот станции, которые сегодня работают, они работают в таком режиме, в пиковом режиме. Они подхватывают, потому что они включаются, в течение нескольких секунд они включаются в работу. И поэтому они очень-очень выгодны, потому что они перекрывают, перекрывают те, которые срочно не в пиковые нагрузки, которые тепловая станция этого сделать не может. Ей нужно время остановиться, и даже вот эти самые последние модные теперь, так называемые, турбоагрегаты, им тоже нужно какое-то время, чтобы набрать мощность. Так что гидроэнергия всегда очень-очень нужна. Она как пополняет. Но из-за того, что вот эта скорость реагирования гидростанции, она выше, получается, что среагировать на запрос, на электроэнергию, она может быстрее. А, соответственно, когда запроса нет, то тогда в водохранилище накапливается вода, и ждет своего часа, когда этот спрос возникнет? Совершенно верно. Так это работает? Так и работает, да. Она накапливает энергию, допустим, и когда необходимость, тогда и включается. Вот как производился выбор точек для строительства этих станций? Насколько это было, так сказать, эффективно с точки зрения экономики? Насколько это продумывалось? Вот ваш опыт участия в этих проектах о чем говорит? Ну, допустим, выбор створов. Выбор створов – это, естественно, производится разное исследование. То есть створ – это узкое место на реке? Нет, не совсем узкое. Это смотрит, допустим, если выбрать створ, какое будет затопление, это верхнее объект, то есть водохранилище. Это одно. И теперь какое будет основание? Допустим, вот Плявинская ГЭС – это… Там мягко основание, а для такого подъема… Ну, не совсем удачно. Ну, было выбрано такое. Ну, ничего там нет такого особенного, но она… Знаете, есть, что сто лет будет стоять. Так вы говорите, что это вообще Плявинская ГЭС – это самое эффективное в Европе. Это так? Не знаю, как сегодня это было в то время. Ну, в тот момент, когда она строилась, она была самая эффективная в Европе. Благодаря чему? Потому что выработанная, то есть стоимость энергии, то есть киловатт-часа или там мегаватт-часа, это не имеет, она сопоставима была дешевле. Ну, по затратам. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый день, мы вас слушаем. Ваш вопрос. Добрый день. Вот сейчас был звонок радиослушателя. Мы все на этой теме, люди, которые ориентируются за стоимость, которую мы платим за цену электроэнергии, что Латвия выходит из этого энергокольца. Вот скажите, пожалуйста, то, что Латвия была включена в это энергокольцо бывшего СССР, Латвия не стоила ничего. Ей, как говорится, подарили. А вот сейчас этот выход туда, вход в Европу, это же будет стоить Латвии очень немалых денег. Это во-первых. Во-вторых, сейчас мы платим за электроэнергию нечистую, а на воротах у нас идет пять налогов. А вот тогда, когда нас это ведут, не кажется ли вам, что это будет чудовищная плата с нас, потребителей этой электроэнергии? И мы все очень опасаемся этого. Пожалуйста, прокомментируйте. Спасибо. Значит, это переключение с одной закольцовки на другую закольцовку, но это навряд ли отразится на стоимость киловатт-часа у потребителей. На разных потребителей бывает или промышленности, или бытовые все равно. Значит, потому что это естественно, допустим, в любое время любое государство включается в какую-то общую систему. Почему? Это всем понятно. Потом же всякое может быть. Может быть станция из строя, и тогда... Кто-то должен поддержать. Да, чтобы, допустим, чтобы во время, раз мы все... То всегда нам дадут энергию. Мало что, может станция поломаться, может все что угодно произойти. Допустим, почему вы уходите из... Ну, вы лучше меня понимаете, почему. Потому что нет надежности. Я напомню, телефоны прямого эфира в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, задавайте ваши вопросы. Янис, ну вы затронули такой момент. Сказали, что при проектировании станции Долгавского каскада выбиралось наиболее экономически выгодное решение. То есть, ориентир был на самую низкую себестоимость производства киловатт-часа, ну там, единицы энергии. А сейчас у нас как бы все как-то перевернуто с ног на голову. То есть, компаниям, которые, так сказать, получают лицензии на производство этой самой зеленой энергии, наоборот, ну не только не оценивают их эффективность, но наоборот им говорят, давайте мы будем платить вам вдвое, втрое, только делайте. Ну вот, как с вашей точки зрения выглядит такая логика? Или это просто другая система? При социализме было одно, при капитализме другое? Я не совсем понял то, что вы мне задали. Каким образом? Ну вы сказали, что, например, Плябинскую ГЭС построили, потому что там был выгодный створ, ну как бы выгодное место для того, чтобы получить на тот момент самую дешевую электроэнергию в Европе. Вот, а сейчас мы ориентируемся не на производство самой дешевой электроэнергии в Европе, а доплачиваем частным производителям за то, чтобы они просто производили электроэнергию, якобы зеленую, и, ну, выполняли тем самым какие-то директивы. Ну то есть, как бы, логика у нас не экономическая, а политическое этого решения. Ну, если мое личное мнение, я всю жизнь был в таких вопросах против политических решений. Потому что действительно, потому что мне тоже непонятно, у нас есть такие возможности энергии. Я тоже не понимаю, допустим, да, я согласен, что вот ветровая энергия, значит, что солнечная там, да, это надо осваивать, это самое, ну, еще там какие-то другие, допустим, я с этим согласен, но что надо там переплачивать, ну, не знаю, потому что, да, к сожалению, все время бывает, кроме экономических, бывают еще и политические решения. Это не только у нас, это во всем мире так. И даже в России тоже то же самое есть, и в Беларуси тоже есть самое. Мы не одиноки в вселенной. Хорошо, у нас есть еще один звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Добрый день, добрый день. Ну, первое, такой вопрос, что мне было звучало, что понятно, почему от России и Беларуси отключаемся, потому что ненадежно. А почему мы отключаем? Тогда, пускай существует подключение. И подключение с Западом существует, наоборот, это самый надежный вариант получится. Там нету, оттуда берем, оттуда, отсюда берем, плюс конкуренция. Может быть, там дешевле, здесь дороже, как я называю, первое. Второе, насчет подорожания, вопрос вот последний, что был, подорожание более дорогие стоят. Ну, европейский курс, понятно, на возобновляемую энергию, но с другой стороны, мы не совсем-то возобновляемые, это все равно природные ресурсы. И у нас эта реализация, я считаю, крах, потому что у нас нет возможности таких ресурсов, обновляемой энергии. И в тот момент, что это слишком оборожает нашу всю электроэнергию, и в итоге кто-то хорошо получает, кто-то меньше. И все на потребителе. Поэтому я считаю, что все-таки политика в Латвии не совсем правильная. Политически да, здесь вот звучало, но все-таки надо смотреть, как выгоднее население, и доить с друг стороны, как я называю, и не соглашаться на все нововведения в Евросоюзе. В Латвии со всем Евросоюзным решением полностью всегда согласны, что бывает напрочь, а подключаться к липовкам, к полякам, и вместе с ними лоббировать свои интересы совместные. Я думаю, здесь политика начинает играть очень существенную роль. Извините, но получился комментарий. Спасибо вам за ваш комментарий. Я думаю, что надо нам вернуться к той мысли, которую вы уже высказали, Янис, в самом начале, о том, что на самом деле, инвестировав 350-400 миллионов евро в строительство, допустим, той же Долгавской ГЭС, мы бы получили несравнимо больше и экологический, и экономический эффект, чем от того, что около 2 миллиардов евро было просто рассовано по частным карманам, кто-то стал, ну, как бы богаче от этого, а страна в целом не получила того результата, который могла бы получить за свои деньги, за деньги своего населения. Чем вы можете объяснить вот такое, ну, невнимание, что ли, или недомыслие, может быть, нашего истеблишмента, нашего правительства в отношении к энергии? Ну, вот есть такие специалисты, как вы, и вы не скрывали своего мнения, вы пытались его донести до компетентных людей, однако, ну, должной реакции вы не получили. То есть, вот, какие усилия вы предпринимали для того, чтобы все-таки рассказать о том, что может получить Латвия, например, от строительства Долгавпилской ГЭС? Сколько лет это все длилось? Ну, я до сих пор пытаюсь это делать. То есть, фактически, с момента, когда строительство было остановлено, вы не опускали рук и пытались донести эту правду? Нет, я что опускать, я не собирался. Я даже так и сказал, это на латышке выражается так, Вы поняли? Да. Ну, почему так вот? Да, я со всеми разговаривал на эту тему. Ну, со всеми, это кто были? Министры? Это было Латвенерго. Уже 30 лет назад я и с Латвенерго разговаривал на эту тему. Я и на самом высшем уровне разговаривал. Когда был президент этот Андрис Берзинч, даже добрался до него, но к нему не попал, я попал к его помощнику, советнику. И мне там был разговор, даже вот бывшим этим самым президентом Академии наук Латвии, он был советником у этого Берзинча. Это Юрий Секманис? Да, он, к сожалению, я с ним раза три встречался на эту тему. Он, кстати, из энергетики был. Да, я считал его самого умного, из энергетика, он со мной соглашался, но это самое, допустим, еще, Латвенерго, встречался с политиками разным, которым я знаю. Ну, у всех было... С журналистами в том числе, но не буду назвать с кем. У всех было отношение такое, что вы какие-то глупости говорите? Нет, 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 не глупостей, нет, так не говорили. Ну, то есть вас выслушивали вежливо, но дальше ничего не делалось. Один умный сказал, ну, так это же... Макуни Стумшина, как это по-русски? Передвижение Тучи. Говорю, Тучи тоже восстанавливают, уже научились это делать, так. Ну, ну, потому что, ну, с политикой, ну, сегодня нет денег. Сегодня нет денег. Я тоже вот, когда нашли эту балтийскую, эту райву, это тоже неправда дорого. Я сказал, вот давайте эти деньги повернем до Долгава. В смысле, Балтик-рейл, то, что вы имеете в виду? Да, да. Рейл-Балтика. Он еще там же в здании сидит, по-моему. Да, 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 да. Они тут находятся, в этом здании, где радио Балтком. Хорошо, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Что-то, что-то не получается у вас. Перезвоните, пожалуйста, нам в эфир, не можем соединиться с вами. Так вот, как бы деньги есть, и гораздо больше, ну, когда принимается решение в пользу выплаты, сбора денег на эту обязательную компоненту. А когда речь идет о каком-то проекте, который касается народного хозяйства, значит, денег нет. Ну, может быть, сейчас нам Европа мешает в этом, ну, она считает неразумным строительство ГЭС в Латвии, если есть, например, такие же станции в Норвегии, которые сейчас нам продают свою электроэнергию через Балтик-Пул. Не думаю, что в этих вопросах там и Европа умешивается, допустим. Европа только это самое хочет, как можно, потому что некий идет борьба за зеленую энергию. Это не только у нас. Вы же знаете, на разных, самых-самых-самых высших уровнях встречаются и разговаривают, что делать. Но видите, вы же видите, что погода меняется и не в лучшую сторону, потому что, значит, каждый на своем месте, портит понемножку. Портит понемножку и, значит, каждый понемножку должен это сама каким-то образом. То, что мы можем, мы должны это делать. Мы обязательно. Хоть мы малые, допустим, по сравнению с уронами, мы должны делать. Но все-таки те обязательства, которые Латвия на себя принимала, учитывая то, что у нас действительно, наверное, среди стран Европы самый зеленый энергобаланс, они выглядят в меньшем мире стране. Самые зеленые у Швеции. В Швеции. Да. Ну, хорошо. То есть, мы от Швеции немножечко отстаем, но, тем не менее, мы по уровню зеленой энергии действительно среди передовиков. Однако, наше правительство принимает на себя повышенные обязательства, и это иногда кажется, что мы бежим впереди паровоза. И делая, может быть, не то, что необходимо, вот, с точки зрения вашего проекта, допустим, да, у Гавпилска ГЭС, а то, что, ну, вызывает и споры, и конфликты, и повышенную нагрузку на население, вот, за счет этой обязательной компоненты закупки энергии. Ну, не знаю, я не хочу сомнений кого критиковать, но потому, что, потому, что была компания в самом начале еще 30 лет назад началась по малым, по малым ГЭСам, потому, что у нас малый ГЭСа было навалом, мы их закрыли, закрыли после того, как построили Плянинский ГЭС, потому, что энергия, в то время тоже сопоставляли стоимость, допустим, если выгодно, кажется, невыгодно, потом их, все малые ГЭСы были закрыты, потом в основном, было в основном, это не только в Латвии, это по всему союзу, почему так, ну, бывают такие, такие волны в какое-то поднятие, так и было, вот сейчас, ну, я понимаю, ну, эти ветровые ставить, ну, ветровые, видите, в чем дело, ветровые, если мы ставим ветерки, можно их делать, потом в ветре, вот я для сравнения могу назвать, ветровая там мельница, ветровая электростанция, если так, по-ноучшему назвать, один установлен киловатт в год может выработать 800 киловатт в часу, гидроэлектростанция, при наших вот таких, не очень-то водных годах, каждый установлен киловатт, может выработать 2000 киловатт в часу, 2200, ну, зависимо от водности, это раз. Паровая электростанция, каждый установлен киловатт может выработать 5000 киловатт в часу энергии, это независимо от какого топлива, а вот это самое, так называемое, теперь модно стало, эти газовые турбины, газотурбинные установки, это может в год выработать 3000 киловатт в часу, потому что эту турбину надо остывать, она не может работать без прерыва. Вот, все видно, все видно. То есть, гидростанции уступают паровым турбинам по эффективности, однако они на уровне газотурбинных установок по своим показателям. Да. Хорошо, это очень интересные данные, которые мы, наверное, сможем проанализировать в следующей нашей программе, когда мы будем разбирать, кто и сколько и почему получил за выработку теленой энергии в Латвии, каким образом выдавались эти лицензии, как сейчас правительство пытается выйти из этой ситуации, какие решения оно предлагает. Это будет программа подоплека в следующий четверг с 12 до 13 часов, и у нас в гостях будет главный борец с ОИК, депутат Сейма Ивар Заринч. Мы ждем вас в эфире с вашими звонками и вопросами, а сегодня напоминаю, что у нас в гостях был строитель Доугавского каскада ГЭС Янис Ермацанс, последний директор строительства Доугавпилской ГЭС и защитник этого проекта по сей день, который стремится найти помощь в среде журналистов, политиков, инженеров, ученых с тем, чтобы этот проект его жизни все-таки был реализован. Спасибо Янису за участие. У микрофона была автор и ведущая программы Людмила Прибыльская. Спасибо за ваши звонки и ждем вас в следующий четверг с 12 до 13 часов на радио Болтком. Всего доброго.